здравствуйте дорогие зрители приветствую вас на моем канале а для тех кто не знает напомню что это канал для коллекционеров прежде всего для филателистов и нумизматов я не занимаюсь политическими экономическими обзорами и не хотел бы получать комментарии никак не связанные с филатели и нумизматикой для всяких других тем в том числе политических экономических я предпочитаю использовать другие информационные площадки спасибо за понимание а сегодня я хочу поговорить с вами о бельгийских почтовых марках из моего старого кляссера кому это интересно присоединяйтесь нумерацию марок буду приводить по каталогу михель так всем будет проще на верхней строке этой страницы марки о которых я говорил в других выпусках вот но скажу тем кто не смотрел эта серия из четырех марок 1949 года они были выпущены к столетию первой бельгийской почтовой марки и вот затесалась одиночная марка тоже год 49 марка выпущена к юбилею фламандского поэта лирика гвидо гизеле так дремлет под корой упрятанная почка таясь и до поры не выпустит листочка но лист и цвет и плод уже хранит она наступит день и час очнуться им от сна это отрывок из его стихотворения спящие почки который гвидо гизеле написал в 1895 году надеюсь вам понравилось вот а сегодня сегодняшний обзор я хочу начать вот с этой серии из шести марок год 1946 металлография тиражи первых четырех марок менее 300 тысяч а двух последних 140 и 115 тысяч экземпляров соответственно маркете почтово благотворительные кто не помнит что это значит тут помимо основного номинала указан и дополнительный номинал который шел на определенные благотворительные нужды марка номер 769 светло зеленое изображает пепина херестальского или пепина может быть пепина второго он принял титул герцога и принца франков после завоевания им всех франкских мелких королевств правил пепин второй в конце седьмого начале восьмого века помимо своих завоеваний он известен тем что начал процесс евангелизации в германии пепина второго еще называли пепином средним и он был прадедом всем известного карла великого и одним из основателей династии каролингов давайте посмотрим поближе вот он пепин второй марка номер семьсот семьдесят фиолетовая изображает самого карла великого это король франков который правил в конце восьмого начале девятого века с восьмисотого года он провозглашен императором запада и коронован императором римлян папой львом третьим на рождество в базилике святого петра в риме именно это событие и повлекло уже в тысяча пятьдесят четвертом году великий раскол между римом и константинополем который кстати длится и по сей день давайте мы посмотрим на карла великого вот фиолетовая марка марка номер семьсот семьдесят один сиренево-красная над ней изображен Готфрид четвертый бульонский это граф бульонский он же герцог нижней лотаринги и к тому же обладатель титула защитник гроба господня обратите внимание Готфрид четвертый изображен в простом плаще крестоносца с мечом в руках в тысяча девяносто шестом году когда Готфрид отправился в свой первый крестовый поход на Иерусалим ему пришлось проходить земли Алексея императора византийского Готфрид пообещал Алексею защищать его земли и взамен попросил Алексея снабжать его войска правианта пока они проходят через земли Алексея через соответственно Византию Алексей это делал однако войско лотаринцев напало и разграбило неожиданно византийский город Селимбрию что было расценено Алексеем как вероломство но Готфриду этого оказалось мало его армия осадила и сам Константинополь вот императору Алексею пришлось два раза разбить ее в бою прежде чем они остепенились и подчинились ему простив Готфрида Алексей принял его присягу на верность и по византийскому обычаю усыновил его уже взяв Иерусалим на обратном пути значит не давайте я вам сначала расскажу что было в Иерусалиме вот когда они взяли Иерусалим то Готфриду было предложено остальной аристократии лотаринской принять титул короля Иерусалимского однако он не пожелал этого делать вот сказав такую вещь я не желаю носить золотой венец там где царь царей носил венец терновый вот марка 772 синяя это Роберт Второй Иерусалимский этот граф Фландрии правил там во Фландрии с 1093 по 1111 год он был участником первого крестового похода который я вам сейчас рассказывал вместе с Готфридом Бульонским они там вместе сражались с турками сельджуками вот в этом походе между лотаринскими аристократами часто возникали споры и конфликты раздоры по поводу завоеванных земель вот Роберт Второй который изображен на марке он отличался жестокостью и грабежами ну время такое было наверное вот когда они захватили Иерусалим и возвращались опять через земли Византии то Роберт Второй захватил для императора Алексея сирийский порт Латакию которым раньше владели сельджуки Алексий в ответ пожаловал ему реликвию руку святого Георгия для которой Роберт Второй построил аббатство святого Андрея рядом с бельгийским городом Брюкге марка номер 773 сиреневая был первый фландерский это граф фландрии и но в 1204 году он был избран первым латинским императором при поддержке как запада так и востока даже византийское духовенство поддержало короновали Балдуина первого в соборе святой Софии 9 мая через некоторое время правда Балдуина первого захватил болгарский царь Калаян вместе с половцами вот он его по какой-то причине убил и даже сделал питьевую чашу из черепа императора Балдуина первого марка номер 774 тот же Балдуин первый фландерский но на этот раз как видите марка красно-оранжевая давайте еще раз пробежимся по этой серии марки очень красивые такие крупные металлография думаю что рассмотрели тоже почтово благотворительная серия от 1945 года из 9 марок выполненных с использованием техники фотограверы благотворительная надбавка вот она видите справа вверху вот она адресована компанией по борьбе с туберкулезом символ компании борьбы с туберкулезом видите вот он латинский крест так их легко узнать на марках изображены провинции Бельгии это западная Фландрия Люксембург не тот Люксембург о котором вы подумали это франкоговорящая провинция Бельгии граничащая с государством Люксембург о котором вы только что подумали вот это восточная Фландрия намюр лимбург эно антверпен льеж и Брабант кстати вот вы заметите что тут 9 марок 9 провинций а сейчас если откроете географическую литературу то увидите что там 10 провинций в Бельгии что это значит в 1995 году у Бельгии единая провинция Брабант вот марка с ее гербом разделилась на две части по языковому признаку на фламандский Брабант и волонский Брабант поэтому в далеком 45 году было 9 бельгийских провинций а теперь их 10 серия из 8 марок тоже фотографюры год 1936 почтово-благотворительные с доплатным номиналом на борьбу с туберкулезом все так же основной номинал доплатный номинал давайте посмотрим ближе основной номинал доплатный номинал и так на всех марках видите марки разного цвета номинала с фотографией ребенка этот ребенок принц Бадуэн тут ему 6 лет он старший сын Леопольда 3 и Астрид Шведской это будущий король бельгийцев Бадуэн из Саксон-Кобрготской династии к ней относятся кстати и британские виндзоры а у нас в России Анна Федоровна великая княгиня супруга цесаревича Константина Павловича английский король Георг Пятый проставился тем что вытравливал у себя и своей семьи в начале двадцатого века германские титулы переделывая их на английский лад вот Саксон-Кобрготская династия принц Бодуэн 8 марок фотогравюр 1935 года это траурная серия на смерть королевы Бельгии Астрид Шведской только что я говорил о ней она мать вот этого мальчишки принца молодая красивая женщина Астрид Шведская это был брак по любви будущий король Леопольд Третий инкогнито приезжал к ней в Стокгольм никто не планировал этот брак как говорила ее мать все случилось как-то само собой Астрид перешла из лютеранства в католичество и вышла замуж за любимого человека будущего бельгийского короля в Бельгии в Бельгии принцессу полюбили народ называл ее Снежная принцесса она занималась благотворительностью организовала сбор одежды для бедняков 29 августа 1935 года король с королевой ехали в автомобиле будучи на отдыхе в Швейцарии король сам был за рулем на мокром от дождя участке машину занесло и она врезалась в дерево Астрид погибла сразу король же отделался несколькими царапинами обращаю ваше внимание на лотеринский крест на марках вот он видите серия тоже анти туберкулезная такая вот грустная серия такая вот красивая королева марки номер 452 и 453 это марки из серии 37 года 1937 года серий посвященный музыкальному фонду королевы королевы Елизаветы супруга короля Альберта первого и мать короля Леопольда третьего вот она имела баварские корни она с детства любила музыку играла на фортепиано и скрипке вот чем известно Елизавета она известна тем что использовала свои немецкие корни в то время когда Бельгия была оккупирована нацистами Елизавета смогла спасти сотни еврейских детей за это после войны израильское правительство наградило ее званием праведник народов мира вот такой вот хороший человек это не сцепка вы видите что марки они вместе просто в 1937 году был выпущен еще и почтовый блок с этими марками вот по какой-то причине продавец вот у которого я купил эти марки вот разделил этот блок да и сделал такую сцепку вот из двух марок это марки и серии просто у меня получились вот и я приобрел их именно в таком виде марка номер 846 год 1949 вот она посвящена выставке живописи герарда 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 давида или на французский ларт герарда давида это нидерландский живописец из брюкге для тех кто не знает брюкге ранее был нидерландским городом вот художник герарда давид он представитель раннего северного возрождения на марке показан фрагмент я нашел это фрагмент внешнего изображения с закрытой правой створки триптиха яна де трампе из музея брюкге оригинал выполнен маслом по дереву 1505 году думаю что на сегодня все надеюсь вам понравилось смотрите мой канал дальше будет еще интересней